всем привет меня зовут александр я дата сайентист компании самокат тех мы занимаемся и улучшением поиска в направлении маркетплейсов и сегодня я хочу рассказать о том как мы построили сервис который позволяет выделять сущности из поисковых запросов и все это без классической разметки такой кликбейтный заголовок расскажу кратко обо всей истории разработки сервиса поэтому доклад будет довольно утилитарным значит с чего все началось к нам пришли аналитики сказали что примерно 10 процентов поисковых запросов заканчивается пустой выдачей и пользователи видят вот эту удручающую надпись чаще всего это происходит в двух случаях если запросы короткие но очень конкретные как например артикулы или бренды неизвестных товаров не представленных на маркетплейсе либо наоборот очень длинные и подробные запросы например полностью скопированное описание с других сайтов пришли к нам с этой проблемой спросили что можно сделать очевидным решением которое мы предложили было распознавать сущность атрибуты товаров и запросы и на основе этого потом можно было бы составить например фильтрующий запрос к поисковой системе классику в идеале хочется видеть результат как справа изображено но это идеал и начали мы с небольшого набора атрибутов которые можем распознавать это бренд модель категория товара цвет артикул и работали только для электроники приступаем к неру нер я думаю объяснять не буду если кто не знает лучше погуглить но кратко это классификация токенов по сути да и я не буду здесь говорить о предобработке данных я не буду говорить о токенизации предполагаю что это само собой разумеющееся подходов к неру очень много хотелось попробовать много из них заранее скажу что не удалось здесь не представлены рулбейс подходы на основе регулярок некогда буквально 5-6 лет назад стоит обзор от решения на основе по символной обработке текстов здесь именно актуальны которые я хотел попробовать но каждый из этих подходов в любом случае требует разметку разметки опыта аутсорса для получения разметки тоже толоки у нас на тот момент не было на самом деле это не особо требуется потому что стояла задача именно сравнить подходы между собой на чем-нибудь а потом уже допиливать эти подходы и что-нибудь получалось на основе вероятностной разметки для этого нужен простой советский каталог в котором есть наименование атрибута и его значение значение токенизируется складывается словарик такого вида где ключ это токен значение атрибута в качестве значения выступает каунтер от всех атрибутов где он встречался очевидно что токены пересекаются один тоже токен могут может быть встречен в разных атрибутах как например токен black который может быть и цветом и частью бренда и модели поэтому чтобы она значит однозначно определить к чему относится токен мы не можем нужно учитывать контекст для учитывая контекста нам помогает лучевой поиск при котором мы запрос на разметке токенизируем и по каждому токену составляем все возможные последовательность тегов в которых он встречался рассчитывая их вероятности но это также называется лучами когда мы достигаем определенного количества лучей возможных либо достигаем конца запроса мы выбираем лучший из них лучший это тот который дает максимальное значение от функции от вероятности лучей это не обязательно произведение вероятности хотя чаще всего так и делают в моем случае лучше всего себя показала средний от логарифов но это не принципиально сделав такую вещь получил промежуточные результаты которые что самое главное выглядят правоподобно что менее главное работает быстро и очень экономично что сыграло потом свою роль получили предварительную разметку можно обучать модели при обучении я ориентировался на confusion matrix fscore получаю такие красивые хитматы больше всего хотелось попробовать фьюшот подход кратко в чем суть утверждается что если мы возьмем какую-нибудь классическую трансформер-бейст модель и многократно будем обучать ее на небольшом количестве цемплированных данных размеченных при этом не важно на чем размеченных то такая модель будет способна на небольшом количестве новых размеченных данных с абсолютно новыми тегами и токенами обучиться ресурсов для обучения такой модели у нас не было ни времени ни возможностей хотелось поисследовать если такие модели в природе модели есть но не русскоязычные что было очень критично потому что не русскоязычный берд токенизатор токенизирует русскоязычный текст практически по символам это не очень удобно следующая архитектура заточена специально под задачу нера называется word tuner здесь на слайде как раз изображена архитектура в основе тот же берд для энкодинга плюс какие-то сверточные слои и линейные свои для предсказания все это в итоге дает матрицу попарного соотношения слов в котором на пересечении стоит значение которое говорит о том относится ли слова по в столбах и строчках к одному к одной сущности относятся они к сущности вообще и так далее как видите архитектура довольно громоздкая и требует очень много припроцессинга чтобы хотя бы запустить плюс результата были не очень но улучшать можем и следующие два подхода на самом деле самые классические из которых наверное стоило начать lstm имеется ввиду не просто lstm а небольшая архитектура с эмбэдинг слоем с ластем слоем с линейными слоями слоями нормализации в общем классика работает хорошо можно масштабировать все здорово берд тоже классический берд просто русскоязычный обучаем на нашей разметке предсказывать теги для токенов еще лучше получили такие результаты самое время уточнить тех заданий и оказалось что от нас ждут на самом деле автономного автономный сервис который сможет предсказывать не на ограниченный набор каких-то атрибутов а фильтры так называемые на сайте представлены здесь например фильтры для смартфонов их 19 штук и хочется такие фильтры предсказывать не только для электроники для всего каталога конечная идея продукта в том что мы сможем предсказать в запросе значения фильтров и на основе этого составить уже запрос фильтрующий не к эластику а на сайте таким образом мы плавно переходим к классификации почему мы к ней вообще переходим потому что категории нужно для начала выделить категории где эти фильтры доступны это оказались категории 4 уровня на marketplace всего шесть уровней категорий здесь вот как раз четыре нам нужен 4 и таких категорий оказалось около 10 тысяч и у каждой из этих категорий свой набор фильтров они частично пересекаются естественно пересекаются значения этих фильтров например на сяоми он может быть брендом для смартфонов и совместимым брендом или совместимой моделью для чехлов для смартфонов конечной архитектурой на данном этапе видится такая что мы сужаем пространство поиска наших сущностей с 10 тысяч уникальных фильтров которые мы в итоге выделили до небольшого набора до нескольких десятков примерно на таком же пространстве на котором работают классические все неры делаем это соответственно с помощью классификации осталось выбрать какие модели мы используем на 10 тысяч трансформеров учить это выглядело сложно поэтому здесь мы уже определились по сути с моделью используя эту самую вероятностную разметку на основе данных каталогов потому что они легкие быстро ко всему прочему не было разметки отдать это все на разметку тоже сложно даже для классификации то есть если мы еще можем попросить пользователя отличать электронику от продуктов питания то попросить пользователя отличать тоники для лица от лосьонов для лица но сложно и у нас постоянно растет ассортимент на marketplace и за полгода в несколько раз он вырос нам нужно получать эту разметку регулярно поэтому оказались от разметки в принципе переходим к классификации для классификации нам нужны данные в качестве данных выступают запросы пользователей и айдишники товаров которые они при этом просматривают либо покупают либо добавляют в кардину это не столь важно от айдишников мы можем перейти к категориям там соответствующих а предобрабатываем данные удаляя дубликаты в рамках сессии потому что пользователь может забить какой-то запрос в поисковую строку еще час ходить по каталогу все это накапливает неверную статистику поэтому убираем дубликаты убираем низкочастотные пары оставляем самую вероятную категорию для каждого запроса оцениваем при этом фскор по топ-1 и топ-3 пересказаний почему топ-3 потому что ну например для запроса колбаса предсказания вареная колбаса вполне справедливо а таргет при этом сырокопченая колбаса возможно сырокопченая колбаса будет предсказанием в топ-3 поэтому предполагается что мы можем пройти по топу предсказанных категорий для каждой из этих категорий выполнить поиск сущность методов классификации текста еще больше чем методов классификации токенов я не буду подробно останавливаться на всех из них отдельно выделю сентенс трансформеры и анн и все что пошло после них потому что это стало поворотной точкой в принципе в исследовании строго говоря анн это не алгоритм классификации это алгоритма поиска соседей но каждого соседа для запроса соответственно будет категория мы можем учитывать вероятности этих категорий можем учитывать расстояние до соседей на основе какой-то функции делать скор для категории и sentence трансформер это соответственно алгоритм классификации мы его рассматривали как алгоритм для векторизации здесь представлена архитектура для тех кто забыл по сути мы обучаем два трансформера предсказывать косинусную близость между двумя парами предложений преимущество в принципе такого подхода что нам не обязательно для обучения передавать косинусную близость которую мы не знаем можно передавать бинарный таргет так часто делается в рекомендательных системах я пробовал бинарный таргет в таком случае просто сэмплировал пары запросов из разных категорий высокого уровня как например из электроники из продуктов питания но такой подход показался не очень хорошо поэтому в качестве меры близости между запросами я передавал количество шагов которые нужно пройти для того чтобы перейти из категории первого запроса в категории второго запроса принципе подход разделения классификации на векторизацию и а н н показал себя очень хорошо потому что решал многие проблемы связанные с классификацией он даже исправлял неверную разметку плюс можно отдельно масштабировать как векторизацию так и анан алгоритм и нет смещения предсказаний которые часто наблюдались о классических алгоритм получили такие результаты сэнтенс трансформер а н н на самом деле показался хуже бертона классификации но преимущества были о которых я говорил и это натолкнуло на мысль использовать другие языковые модели для векторизации ворту век фаст текст основные из них очень быстро очень хорошие может показаться что паст текст лучше чем ворту век работает потому что скоро выше и фаст текст может векторизовать неизвестные токены в отличие от ворту века но если исследовать более глубже наша задача стоит в том чтобы построить сервис который уменьшает поисковую выдачу на пустых при пустой поисковой выдачи а пустую поисковой выдачи это запросы непопулярные а в наших данных для обучения тестирования в силу особенности сбора данных были популярные запрос если мы прогоним наши алгоритмы на непопулярных запросах кажется что ворту век в два раза чаще дает релевантную выдачу в отличие от фаст текста такая особенность получилась поэтому дальше работал именно с ворту века и еще немножечко про анн алгоритм все эксперименты проводились на вас тексте но и те кто из вас работал наверное знают как сложно его поддерживать на гпу несмотря на то что у него есть множество преимуществ например огромное количество индексов из коробки довольно большая скорость работы большое количество квантизаторов и так далее но нестабильность все сломала поэтому я перешел на ашин из велип несмотря на то что он гораздо дольше строится и больше памяти занимает на диске итоговый индекс в рамках того что индекс состоит всего из нескольких миллионов векторов это не принципиально и ашин из велип ван лав так что же мы имеем на данный этап у нас есть алгоритм который классифицирует запрос по топу категории мы переходим и выполняем поиск сущностей и получаем скор от классификации скор от алгоритма нера как-то и комбинируем выбираем лучшего кандидата какие очевидные ошибки которые я отобразил на этом слайде первое мы чуть было не выдали по запросу женских кроссовок мужские кроссовки потому что в алгоритме нм вектора близки логично что это был один из кандидатов для классификации второе алгоритм нера не знают что такое adidas написаны русскими буквами не знаю что такое кожаные все это можно решить небольшими улучшениями классификацию можно пофиксить простыми регулярками на предмет соответствия запроса и категории наименование категории русскоязычное написание брендов заменяется англоязычным с помощью собранного словаря транслитерации а неизвестные атрибуты обогащаются поиском синонимов сделали немножечко мог бы рассказать про поиск синонимов транслитерации но не буду потому что способов получить такие словари очень много но все это в итоге упирается в модерацию без модерации это все не работает что касается транслитерации они универсальны для всего алгоритма то есть мы транслитируем только бренды неважно в какой категории для синонимов ситуация другая синонимы уникальны для каждой категории ну что было понятно пример там а если в рамках категории одежды характеристики одежды можем заменить там теплый меховой или зимний или что-то такое но теплый меховой мы не можем заменить для лампочек там для спектра сияния лампочек ну или какие-нибудь более лучшие примеры но я их не придумал последний шаг в этом алгоритме нам нужно как вы помните перейти от распознанных токенов к значениям фильтров чтобы это сделать первое что приходит в голову найти пересечение если у нас значение фильтра состоит из одного слова проблем нет мы просто его берем подменяем на основе соответствия если значение фильтра состоит из нескольких слов возникают проблемы особенно если мы не все их распознали можно применить поиск пересечений с помощью из использования метрики жаккарда но полный перебор это естественно долго на помощь приходит алгоритм лс-ш вариантов реализации алгоритма лс-ш очень много если вы сейчас загуглите какой-нибудь из них вам скорее всего предложат one hot encoding токенов и поиск минимального индекса я использовал заточенный под свою задачу представлен на слайде расскажу в чем суть каждую строку обучающих данных мы шинглируем почему-то здесь такая терминология используется шингу это просто н грамма но так как нам нужно искать пересечения по токенам шинглирование это просто токенизация в моем случае далее к каждому токену применяется хэш-функция md5 самая простая ну или хэш в самом питоне и далее последовательно каждому хэшу применяется набор дополнительных хэш-функций в моем случае это возведение в какую-то случайную степень и поиск остатка отделения на большое простое число таким образом мы получаем сигнатуры для каждого хэша выбрав минимум из которых вдоль одной из осей мы получаем сигнатуру всего запроса все это на самом деле напоминает векторизацию запроса просто другим способом далее мы сплитим нашу сигнатуру на бэнда и складываем в бакеты бакеты тот же словарь в котором в качестве ключа выступает бэнд в качестве значения выступает список всех строк в которых которым этот бэнд соответствует и для поиска потом для поиска ближайших кандидатов для новой строки мы выполняем все те же самые операции и обращаемся по полученным бэдом к нашим бакетом соответственно полное совпадение строк это когда полностью совпали все бэнды которые мы получили если бэнды не совпали значит мы можем выбрать там топ-10 ближайших строк в чем преимущество такого алгоритма он очень экономичный в отличие от классических алгоритмов векторизации он очень быстрый и это позволил нам его обучить 10 тысяч таких алгоритмов потому что в рамках категории должен быть также свой уникальный алгоритм что у нас в итоге получается у нас получается один токенизатор один словарь транслитерации одна языковая модель для векторизации одна один алгоритм айнм который с помощью которого классифицируются запросы 10 тысяч словарей синонимов 10 тысяч алгоритмов поиска сущностей 10 тысяч алгоритмов lsh как раз на слайде можно видеть как работает lsh потому что он также выносит свой скор в итоговых скорб если видите он iphone и 14 отдельными токенами распознались в итоговом запросе им соответствует iphone 14 pro iphone 14 pro max распознавание оказалось удачным и итоговый скорб вырос с 0 49 до 0 56 потом от распознанных значений фильтров путем нехитрых правил мы можем перейти к составлению ссылки для редиректа перейдя по которой на сайте сразу попадаем на страницу с примененными фильтрами на удивление это работает очень быстро для алгоритмов классических но пи работает на cpu и как сказали аналитики в 60 процентах случаев для пустых запросов показывают релевантную выдачу это гораздо лучше чем ничего поэтому сейчас это алгоритм находится на внедрении и тестирование но еще не работает предвосхищая некоторые вопросы которые могли у вас возникнуть в ходе презентации сразу отвечу на некоторые использовали ли мы кедрант кедрант это open source на открытое решение по сути тот же алгоритм анн который ищет ближайшие вектора использовал не понравилось слишком долго индексируется плюс зачем внедрять что-то чужое если можно сделать свое используя данные каталога для задачи нер разве мы не получаем смещение ассортименту товаров имеется ввиду что если а я получаю алгоритмы поиска сущности на основе каталога чем больше в каталоге товара определенной категории будет смещение в сторону например а у нас в каталоге будет больше чехлов для смартфонов значит мы чаще будем распознавать с вами как совместимый бренд для чехлов они как смартфон бренд смартфона как бы хотелось естественно такое смещение есть и как раз чтобы а уйти от такого смещения использовались все вот эти навороты видео саша алгоритма в виде скоринга в виде синонимов и так далее без всего этого она бы не заработал и третий вопрос это я сам его себе задаю почему поиск значений сделан не в эластике имеется ввиду вот этот шаг предполагается что мы могли бы на самом деле проиндексировать значение фильтров токены фильтров сложить их в эластик могли бы проиндексировать и синонимы и все это интегрировать поиском и здесь как раз и ответ на вопрос для этого нужна интеграция с поиском с текущим от нас этого не требовалось и более того них не хотелось на данном этапе но в планах обязательно попробовать такую вещь на этом все если есть вопросы готов ответить вы сказали ну во первых большое спасибо за доклад очень практичный и вопрос был у меня в следующего плана вы сказали что аналитики сказали что там сорока процентах у нас релевантность но вот мы проделали очень большую работу сделали очень приличный продукт но как бы какую метрику аналитики дальше видели то есть насколько это улучшение реально импактит юзер экспириенс то есть да у нас есть гипотеза бизнесовая который с которым вам пришли но что они дальше измерили и ну не получается ли так что nokia я что-то поискал она мне что-то нашло или я искал или нет совершенно непонятно и как бы куплю или не куплю ну раз мы показываем каталог товаров то есть дальше у нас конверсия в покупку происходит или нет вот это вот мерилось или нет вообще сейчас а если улучшение то есть ну пусть какой-то об и тест я слышал ваш комментарий когда заканчивал доклад и вы на по сути ответили да это все можно проверить только об и тестированием которое еще не запущено даже для этого сервиса окей спасибо спасибо александр за доклад такой вопрос была программа насчет кроссовка мы там задаем кроссовки не помнишь беговые на выдачу не женские мужские кроссовки да что-то в этом роде вопрос а если уточнение какое-то очевидное например жидкая вода вот это жидкая она отдалит от правильной выдачи или как-то это обрабатывается это не синоним не антоним это ну что-то очевидно да к воде применимое да но отдалит потому что используется на этапе именно векторизации поиска соседей такой интересный кейс я не рассматривал поэтому не могу сказать как себя поведет сервис спасибо тоже хочу поблагодарить за доклад а у меня такой вопрос вы говорите сравнивали ворту век и фаст текст и ворту век показал себя лучше когда нету выдачи по запросу а вы как это применять собираетесь то есть когда у вас ничто не вернулось вы будете эту штуку использовать да именно так именно для пустой выдачи спасибо у меня все и и